В регионе немало фактов оформления фальшивых документов для получения социальных выплат. Некоторые даже выдают себя за инвалидов или малобеспеченных для получения легких денег. Особенно много таких нелицеприятных фактов в Чиилийском и Жанакурганском районах. Лидер в этом антирейтинге Кызларда был отмечен на совещании в областном Акимате. В результате те, кто действительно нуждается в этих средствах, лишаются господдержки. За 2022-2023 годы количество граждан с ограниченными возможностями увеличилось на 1,8% по республике. В нашем регионе на 3,1%. Как это понимать? Это не что иное, как способ получить дармовые деньги от государства, не иначе. На нарушения идут и специалисты ответственных учреждений. К примеру, выявлены факты фиктивного трудоустройства. К сотрудникам, допустившим это, должны быть приняты строгие меры. При необходимости материалы должны быть переданы соответствующим органам. Это будет уроком для других. Об этой проблеме говорится уже давно. В Казаринском районе выявлены факты эффективного трудоустройства 76 человек. В этой связи строго предупреждены об ответственности руководителей всех ответственных органов. Не осваивают должным образом и средства, выделенные на поддержку молодежного предпринимательства. Особенно актуальна эта проблема в Шиилийском, Казаринском и Аральском районах. В Аральском районе молодежь в возрасте от 21 года до 35 лет 16 тысяч с 440, а кредит получили лишь 23 человека. Аманжол Сахапула, вы только подключились к работе, возьмите этот вопрос на свой контроль. К тем, кто это допустил, будут приниматься строгие меры. Что в Аральске нет молодых людей, желающих получить кредит по 2,5%? Конечно, есть. Просто нужно скоординировать работу. Программа льготного кредитования будет продолжена и в этом году. На эти цели из бюджета выделено 2 миллиарда. Глава региона подчеркнул, что эти средства должны дойти до молодых людей, желающих заняться бизнесом.